Сегодня хочу поговорить, что уже стало модно в барной индустрии в 2021 году. Матча-мания. Сейчас все больше люди выбирают чай в порошке. Напитки на основе матча, его же еще называют матча, все чаще можно встретить в меню кофеин, а также в инстаграме блогеров и звезд. Название матча-латы может сбить с толку. Это совсем не кофе, это чай, а точнее напиток на основе чая матча. Давайте разбираться, что же это за чай, как его готовить и чем он полезен. Мы сегодня поговорим конкретно о трех видах чая. Это будет матча, анчан и амчур. Японский чай, зеленый чай матча, это традиционный чай в форме порошка. Матча подходит для заваривания чая и матча-латы. Он наполняется антиоксидантами, тонизирует и ускоряет обмен веществ. Немаловажные технологии изготовления чая. Сырье собирает на самых старых плантациях. За несколько дней до сбора над кустами натягивает гигантские тенты, чтобы защитить их от солнца. В таких условиях листья растут медленнее и накапливают хлорофилл. Для чая матча берут самые молодые чайные листья насыщенного зеленого цвета. После их обрабатывают паром, сушат в сушильных машинах и освобождают от стеблей. Их в течение нескольких часов перемалывают на каменных жерновах, превращая листья в очень тонкий порошок. Вкус правильного заваренного матча гармоничный, цельный и мягкий. В нем есть терпкость, легкая пряность и молочная сладость. Польза чая матча. Оно бодрящее. Этот чай абсолютный лидер планеты по количеству антиоксидантов. В нем их больше, чем в любых фруктах, овощах и ягодах. Этот чай повышает иммунитет, он стабилизирует настроение, улучшает работу мозга. И, что немаловажно, уменьшает уровень плохого холестерина. Зеленый чай матча желательно пить хотя бы один-три раза в день. Еще один чай, о котором хочется поговорить, это чай анчан. Его еще называют синее матча или же блу матча. Это синий порошковый чай из цветов клеттории. Порошковая форма тайского чая анчан – это оригинальный напиток. В его основе ярко-синие цветы с бодоническим названием клеттория тройчатая. А по-местному его просто называют анчан. Яркий, вкусный напиток с колоссальной пользой. Хочу обратить внимание, что голубая матча на воде и молоке – это два полноценных, но по вкусу два разных напитка. Приготовленный анчан на воде будет освежающий и слегка сладковатый с цветочным привкусом. А вот анчан с молоком подчеркнет собственную сладость молока и одновременно с этим обогащая его невесомыми цветочными и фруктовыми акцентами. Есть небольшая рекомендация к употреблению этого чая. Не более 5 грамм в день, так как этот напиток имеет расслабляющий эффект и его полезно пить ближе к вечеру. Следующий чай – чай Мачо Амчур из плодов манго. В составе этого чая 100% натуральная пудра плодов манго. Чай Амчур содержит большее количество витамина С. Этот напиток даже вкусен как для продукта с основной нутой кислинки. Этот напиток не заваривается как чай, его можно готовить как латы. Желтую Мачо обязательно стоит попробовать. Кислые оттенки здесь настолько яркие, но короткие, они ощущаются недолго. Есть также сладость, но она не спрятана далеко, она где-то на поверхности и делает вкус сбалансированный. Мачо также прекрасно сочетается с молоком и в Европе он в основном популярен именно как мачо лата. Вот за основу напитка можно взять соевое, кокосовое или же обычное молоко. Также не могу оставить без внимания, модный чай этого года – это гречичный чай. Гречичный чай – это заваренный настой на татарской черной гречихе. Что произрастает в Китае и отличается от известной всем нам гречки. Более легким и нежным вкусом и рядом положительных свойств. Например, регулярное употребление чая на основе гречихи помогает восстановить иммунитет, предотвратить развитие многих заболеваний. Чтобы выбрать качественный ингредиент для напитка, его нужно понюхать. Если гречиха пахнет горечей, покупать ее нельзя, так как аромат горечи от крупы свидетельствует о том, что она была неправильно обработана и, скорее всего, подвергалась воздействию высоких температур, поэтому настой на такой гречихе будет не только неприятен на вкус, но и будет вреден для организма. Также нужно обращать внимание не только на запах, но и на вид крупы. Гречиха имеет мелкую, продолговатую форму и имеет золотисто-желтый цвет, ну, нежели гречневая крупа. Чтобы приобрести качественный продукт, доставленный непосредственно с Китая, покупать гречиху для приготовления полезного напитка необходимо в специальных магазинах, которые занимаются непосредственно чаями. Хочу обратить внимание, истинные чаи не могут быть дешевыми никогда. Лучше качество всегда стоит дорого. Так и с чаем. Однажды попробовав один из вышеперечисленных чаев, со временем вы все больше и больше полюбите их за гамму ощущений, великолепное настроение и хорошее самочувствие.